Доброе утро, дорогие садоводы! Сегодня хочу обратить ваше внимание на такую садовую культуру, как хрен. Кому не знаком хрен, я думаю, что таких садоводов нет. Но сколько садоводов, которые ищут вопрос, как уничтожить хрен. Это для тех, кто по каким-то причинам либо не полюбил эту культуру, либо очень много дал возможностей и жизненного пространства, и хрен разросся. Сегодня я хочу рассказать для тех садоводов, кто еще не полюбил хрен. Хрен на Руси был первым овощем, первым растением, которое было жизненно необходимым. Вот эти корневища пойдут на заготовку. Если вы хрен приготовили для того, чтобы получить из него закуску острую, очень вкусную, помните такой момент, если вы перемололи хрен, или на терке потерли, или на мясорубке, но сразу его не закрыли, эфирные масла улетучиваются, и кроме горечи ничего не остается. Но если вы перемололи хрен, разбавили его кипящим рассолом, который приготовили соль, сахар и любая кислота, которой вы доверяете, распарили вот этим кипящим рассолом хрен, у вас получится великолепная закуска, поверьте. Листья хрена, это раньше ведь были первые горчичники, а сейчас я листьями хрена не только лечу колени, когда они от работы в саду немножко ноют, но я выстилаю листьями хрена еще и емкости, в которые складываю яблоки и груши. Ну и, конечно, хрен при заготовке, это при засолке первое дело. И напоследок такой рецепт. Сейчас очень много свеклы, и свеклу мы не особо любим, но если мы запечем свеклу и смешаем с хреном, приготовленным, как я говорила, будет великолепная закуска, закуска в плане салата, а не в плане закуски. Удачи вам!